Здравствуйте! В студии Восьмого канала Екатерина Чернакова, а значит пришло время говорить. И сегодня поговорим о многодетных семьях. Наши гости. Любовь Рассказова, многодетная мать, член правления Приморской региональной общественной организации Совет многодетных родителей. Ирина Медведева, председатель Приморской региональной общественной организации Совет многодетных родителей. И Павел Шарков, сын Любови Рассказывай. Здравствуйте! Первый вопрос, Любовь. Начался учебный год. Насколько сложно было многодетным семьям собрать ребенка в школу? Учитывая, что с этого года каждая школа вводит у себя, уже вела точнее, школьную форму. Ну, у нас ограничений по форме таких вот, чтобы именно там синяя форма была жестко принята, допустим, этого нет. Ну, у нас черный низ, светлый однотонный верх и жилеточка. Вот. Ну, потом плюс всякие портфели канцелярия. Потом нужно учесть, что в этом году у нас двое детей пошли в детский сад. Вот. Ну, достаточно. Ну, я бы не сказала, что прям очень сложно. Сложнее, наверное, когда в одной семье три или четыре школьника. В школу, конечно, детей сложнее собрать. Ну, так нам, наверное, это все сборы обошлись около десяти тысяч рублей. На одного ребенка, да? Ну, вот на Павла. Ну, на Павла тысячи восемь и на малышей, вот кто пошел в сад, там уже тысячи по две, это только мы на канцелярию. Ну, закупили канцелярию, там какую-то одежду к саду прикупили. А так, в принципе, да, вот в эти деньги мы уложились. Ну, учитывая, что... Это учитывая, что у меня в семье вот всего лишь один школьник. А те, кто в первый класс детей собирает или какие-то выпускные классы, там, конечно, все сложнее. Скажите, а какая-то поддержка была оказана многодетным семьям? Это может быть выплаты или какой-то... Ну, выплат в массовом характере никаких в нашем крае не производилось. Единственное, что у нас, как всегда, к началу учебного года действуют акции «Помоги собраться в школу». Рюзак первоклассника действует в городе Владивостоке. Но она касается не столько, так скажем, напрямую многодетных семей. Она просто касается людей, которые подпадают в категорию малообеспеченные семьи. А конкретно многодетным семьям, вот чтобы без зависимости от их уровня дохода или еще по каким-то причинам, таких помощи, к сожалению, в нашем крае не оказывается. Вот смотрите, большинство школ все-таки приняли для себя, что они вводят особую школьную форму. Как вы думаете, вот если, например, в семье три школьника, четыре, насколько серьезно это скажется? Это лучше или хуже для семьи, когда есть особая школьная форма, которую нужно пошить в специальном ателье, и в этом ребенок ходит в школу. Это легче для такой семьи многодетной или, наоборот, это усложняет финансовое положение? Скажем так, что, наверное, против самой школьной формы возражать не стоит, потому что школьная форма все-таки направлена на единение какой-то школы, на корпоративный дух школы и так далее. Но в связи с тем, что в нашем крае швейная промышленность находится не в лучшем состоянии, то все предметы школьной формы, по крайней мере, в городе Владивостоке, отшивались в двух предприятиях в режиме ателье. И когда вводится какая-то жесткая форма, то есть юбочки в особую клеточку или цвет костюма только синий, это, в общем-то, вызывает большие трудности и финансовые затраты. То есть мы прошли по предприятиям, это институт моделирования одежды или 4П, и в среднем комплект формы на девочку средних классов, ни начальной, ни старшей классы берем, он обходится в 3-3,5 тысячи. Примерно та же сумма обходится на мальчика. На мальчика чуть дороже, потому что пиджаки стоят дороже. Это без учета блузок, туфлей. И, в общем-то, когда у тебя 3-4 школьника, вот такое введение жесткой школьной формы, конечно, очень сильно отражается на многодетной семье. Может быть, наоборот легче, потому что есть комплект школьной формы, в нем ребенок и ходит. А так нужно ориентироваться на его вкус, и что-то он захочет из одежды. Первоначально этот комплект школьной формы надо приобрести. Может быть, в процессе обучения это будет и проще, потому что, если, дай бог, ткань, из которой сшита форма, выдержит, то ее можно и передать по наследству, да, то это, конечно, может быть и плюс. Но вот когда наши семьи в этом году попали в такие жесткие рамки, что к 1 сентября надо купить все и все, это, конечно, оказалось очень сложно. Чисто материально, потому что большие затраты. Кроме, не беря во внимание очередь в этих пошивочных отелей и так далее, просто вот сразу трудно, если бы это было постепенно, поступательно. И, по крайней мере, если бы родители были к этому готовы, отложили какие-то денежные средства, может быть, это прошло легче. Вы хотели что-то добавить? Да, я хотела добавить, что помимо школьной формы у нас же еще есть учебники. Вот ученики, которые рождены 2004 года, им частично учебники нам дают школы. Вот, мы докупаем только рабочие тетради, это там в порядке 2,5 тысяч стоимость их обходится. А вот те ученики, которые старше нас, получается, по году и дальше, они же еще сами покупают учебники, комплекты учебников доходят тоже, по-моему, до 7 тысяч, насколько мы знаем. То есть полностью нужно самого себя собрать. Да, вот те годы, да, приходится самим собирать. Ну, какие-то школы часть учебников выдают, ну, и в зависимости от этого, конечно, градируется сумма затрат на учебники. Но мы знаем случаи, когда до 6-7 тысяч доходило на одного ребенка сбор. Именно покупка учебников и рабочих тетрадей. То есть то, без чего ребенок просто не может учиться. О сборах в школу наши корреспонденты подготовили материалы. Давайте его посмотрим. 1 сентября вместе с учащимися в школу вернется и форма. На советскую школьную форму она, конечно, не похожа. На смену коричневому платью и белому фартуку пришли новые фасоны. Неизменными остались только цветы и банты. В магазинах и ателье аншлаг. Очереди начинаются уже на улице. Каждый комплект школьной формы буквально на расхват. Родители, считая, что это последняя возможность купить форму, скупают сразу по несколько комплектов. Для некоторых школьная форма – это дело привычное, а кто-то примеряет школьные жилетки в первый раз. И, судя по настроению, не очень рад нововведению. Ну, форма так все будет одинаковая. Как одни, ну, все разные, это красивее. Я думаю, форма не нужна, потому что неудобно. Это все будет однотонные цвета и некрасиво. И чтобы одевали, например, там, черно-белое или, ну, не бордовое никак. Несмотря на то, что цена одного комплекта от полутора тысяч рублей и выше, большинство родителей – за введение школьной формы. Мне кажется, нужна, потому что так удобно. Не надо подбирать там что-то уже и одно и то же, и носить. Мне вот больше нравится форма. Конечно, лучше, когда будет форма. Мы за формой. Потому что мы ходили в школу, у нас была единая форма. Вот. Ну, больше нравится, конечно, когда будет единая форма. То, что ателье справляются с трудом – не секрет. Такого количества заказов в короткие сроки у них еще не было. Даже фабрики ткани уже с июня отказываются поставлять материалы для формы. Мы обслуживали раньше около 20 школ. Ну, 15-20. Сейчас подключился практически весь город. И более того, подключился край. И, естественно, мы не успеваем. Цех у нас небольшой. И нам даже не хватает физической силы, чтобы обеспечить всех форм. Несмотря на всеобщий ажиотаж, в ателье уверяют – формы хватит на всех. На 1 сентября в школе достаточно появиться хотя бы в одном элементе формы. Например, надеть специальную жилетку. Остальное можно докупить в течение учебного года. Инна Коновалова, Игорь Болтов. Новости на 8. Ирина, к вам вопрос. Многодетные семьи как-то помогают друг другу? Вот семьи, наверное, любые семьи помогают друг другу. Да, то есть это наш, наверное, менталитет русский. Но, тем не менее, когда мы объединились, мы поняли, что кроме нас самих никто нам не поможет, по большому счету. А почему вы это поняли? Достучаться до государства тяжело и трудно. А поэтому, наверное, взаимовыручка, она всегда выходит на первый план. Мы посидели, подумали, и у нас появилась такая идея – создать свою систему скидок. То есть вот Любовь Сергеевна у нас как раз занимается тем, что предлагает предпринимателям пойти навстречу многодетным семьям. И какие-то предоставлять скидки или льготы при приобретении товаров в их магазинах или услуг. Но я думаю, она более подробно расскажет. Любовь, как это вообще происходит? Ну, бывает так, что кто-то из наших членов общества пишет, давайте, вот, хотелось бы иметь скидку, допустим, в каком-то строительном магазине или что-то где-то. Мы это обсуждаем, прикидываем, где бы нам хотелось, и выходим с конструктивным предложением именно к руководителям организации. Ну что, мы предлагаем, как бы мы просим о предоставлении скидки и сами выступаем в роли рекламодателя, скажем так. Как это происходит? Если нам предоставляют скидку, предоставляют скидку организации, мы предлагаем размещение бесплатного баннера у нас на нашем сайте многодеток25.ru. Вот. И информацию на главной странице новость запускаем. И прописываем везде, где это бывает. Допустим, в разделах о скидках, потом на портале Владмама у нас есть своя тема, где активно очень скидки обсуждаются. Опять же, мы предлагаем, мы, вернее, делаем буклетики, в которых прописаны скидки тоже среди многодетных, их распространяем. Запускаем рассылку массовую среди многодетных семей. Порядка 150 семей эту рассылку получают и видят, что, ага, у нас новая скидка, на чем-то можно сэкономить, что-то можно посетить. Вот. И так далее. Ну, это у нас все, конечно, все вот эти буклеты, наклейки, там, все это из личного бюджета наших самих многодетных семей. Но мы это делаем, ну, как бы, ну, как-то собираем какие-то деньги между собой, потом заказываем в типографии и, ну, как бы, запускаем в массы. Вот. Также мы сотрудничаем с соцзащитами нашего города. Они тоже распространяют эти буклеты и так далее многодетным семьям, которые становятся на учет. Вот. А сколько компаний пошло вам на встречу? И какие-то вообще компании? На встречу нам пошло, ну, я считаю, уже достаточно много компаний. Это порядок 70 компаний. Это и медицинские организации, и какие-то магазины, и детские развлекательные центры. Вот. Ну, как бы, спасибо всем. Мы вообще открыты для диалога. Мы очень рады будем, если кто-то из предпринимателей, из руководителей предприятий с нами свяжется, предложит свои скидки. Ну, как бы, мы всегда рады, что можно будет сэкономить семейный бюджет. Почему мы пошли вот на контакт с предпринимателями сами многодетные семьи? Это вопрос к тому, хватает ли поддержки, которую оказывает государство. Оказывает, ну, государство, к сожалению, в настоящее время нет единого федерального закона, регламентирующего помощь многодетной семьи, как и сам статус многодетной семьи. У нас с 2004 года каждый субъект сам решает, какую помощь многодетным семьям он оказывает, в каком объеме и какая семья на территории данного субъекта считается многодетной. В связи с этим, конечно, наверное, все исходят из возможностей своего бюджета краевого. Ну, вот, к сожалению, в нашем крае эти возможности невелики, либо руководители нашего края не очень видят необходимость в многодетных семьях. Потому что по совокупности у нас просто для многодетной семьи, которая работает и у которой доход выше прожиточного минимума на семью, никаких мер социальной поддержки не оказывается. Но я сейчас не говорю о материнском капитале дополнительном или о выплате при рождении третьего ребенка, которая введена в нашем крае с 2013 года. Я беру те семьи, многодетные семьи, которые сложились раньше. Вот если семья, папа работает на трех-четырех работах и пытается как-то содержать свою семью, и у них, извините, доход на рубль больше прожиточного минимума, она не считается малообеспеченной и поддержки от нашего края не имеет. То есть поддержка идет малообеспеченным семьям, многодетным семьям? Многодетным, малообеспеченным семьям. И в этом вся проблема, наверное. То есть, да и тот уровень поддержки, который оказывается малообеспеченным многодетным семьям, он на самом деле не столь великий, если сравнивать с субъектами других, другими субъектами Российской Федерации. Мы провели опрос, посмотрели, сколько, какими льготами пользуются. Конечно, основной льготой пользуются – это оплата коммунальных услуг в 30%. А так у нас в крае, значит, есть 1060 рублей в год компенсация лекарственных препаратов для детей 6 лет, приобретенных по рецепту врачей, 1060 рублей в год проезд с школьником и 212 рублей на посещение музеев, клубов и выставок. Нашу организацию мы просчитали, ну, прикинули примерно, допустим, если семья малообеспеченная, то государство в среднем тратит на… не государство, точнее, наш субъект тратит на нее 2,5 тысячи в год на ребенка. И мы вышли с предложением к руководителю нашего края, к законодательному собранию, дайте просто эти 2,5 тысячи каждой семье, без зависимости от уровня дохода, чтобы они могли не отчитываться рецептами, не собирать билетики в автобус, а просто их в заявительном порядке получить. Ну вот, к сожалению, мы письмо отправили 28 марта, ответа до сих пор не получили. Ну, мы ответ, официального ответа не получили наша организация на наше предложение. Хотя то, что мы просим по сравнению с другими субъектами, ну, правда мизер. У нас, к сожалению, есть информация, какие законодательные акты есть в других субъектах. Ну, очень плохо у нас все. Ну, если сравнить на каком-то примере. Ну, Москву давайте брать не будем, потому что это слишком будет не в нашу пользу. Ну, допустим, вот я приведу таких 2 немаловажных примера, да. У нас введен материнский капитал, если мы к нему возрастимся, но потратить его можно на 3 определенные цели. Пусть он у нас 100 тысяч, 125 тысяч со следующего года, но потратить его можно только на улучшение жилищных условий, на оплату образования детей и на оказание медицинских услуг. А в той же Тюменской области, пусть цифра другая, пусть всего 50 тысяч, но его дают сразу и не требуют отчета за эту выплату. То есть разный подход. Те же лекарства. У нас, значит, 1060 рублей, только малообеспеченным семьям компенсационная выплата, а в более чем 26 субъектов идет просто лекарственный, бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачам, детям до 6 лет, в Москве до 18. В каких-то порядка 12 субъектов многодетным семьям предоставляются либо субсидии, либо ссуды на приобретение автотранспорта, что тоже, согласитесь, немаловажно. Есть субъекты, где различные виды помощи в строительстве, то есть 21 субъект. Перечислять можно много и долго. И даже вот если мы затрагиваем вопрос подготовки в школе, то у нас в 36 субъектах Российской Федерации оказывается та или иная помощь на подготовку детей в школе. Либо приобретение комплекта школьной и спортивной форм, либо компенсация на его приобретение, либо компенсация на приобретение канцелярских товаров и так далее. То есть различные виды помощи, но они все направлены именно на подготовку детей к школе. В нашем субъекте, как я еще раз повторюсь, не было сделано ничего. А вы выходили с какими-то предложениями к законодательному, может быть, собранию по поводу увеличения каких-то выплат денежных? Ну вот единственное, значит, по вообще системе предоставления мер социальной поддержки. Я уже сказала, что мы в марте направили губернатору предложение. А по итогам сборов в школу в сентябре месяце мы отправили письмо и губернатору, и представителям законодательного собрания, и руководителям партийных фракций законодательных собраний предложение с предложением внести в нашем крае ввести единовременную выплату к началу учебного года в размере хотя бы 3-5 тысяч на каждого учащегося. Выплата будет... Хотя бы на форму. Да, либо на форму. То есть тут уже родители пусть сами тратят. На что? На форму, на канцелярию, на учебники, на то, чем конкретно нуждается ребенок, конкретный ребенок в многодетной семье. То есть вот 3-5 тысяч в год, я думаю, может быть для нашего бюджета это и большие затраты, но согласитесь, они несопоставимы с другими затратами, которые в настоящее время у нас у всех на слуху. Паш, расскажи, сколько у вас у мамы в семье? Трое. Трое. Кто у тебя братья, сестры? Две сестренки. Две сестренки. А ты ходишь на какие-то занятия, кружки какие-то посещаешь дополнительные? Вот расскажи, куда ты ходишь? Может быть сестренки куда-то ходят? Я на велоориентирование хожу. А еще куда? Все. Все? А сестренки? У Лиана танцы, а они еще никуда. Маленькая еще, да? Любовь, вот скажите, во сколько обходится развитие детей? Ежемесячно. Если так вот подойти серьезно, мы ходим на велоориентирование, как бы там мы только платим клубный взнос 400 рублей в месяц, это не так дорого. Но есть семьи, которые ходят, посещают, допустим, танцы кто-то, кто-то уже серьезно занимаются, да, кто-то ходит в бассейн и так далее. Но вот, допустим, я своих детей физически в бассейн как бы вводить не настроено, материально и физически, скажем так, потому что один абонемент будет стоить около трех тысяч на одного ребенка. Вот, но если бы он был, допустим, бассейн был бесплатный, естественно, или там процентов 50 был бы дешевле, мы бы, естественно, все его посещали. Вот, потом что еще? Ну вот если всякий посещать... Ну, переговорить о ничем. Развивающие студии. Нет, заново тогда, если посещать развивающие. Если посещать развивающие студии, которые абонемент тоже складывается, ну, там, допустим, от двух тысяч до трех, то, что сейчас, ну, не сказать, что модно, но я считаю, в развитии нашей жизни, то, как стремительно развивается наша жизнь, как нужно быть готовым, ну, как бы детей готовить к более, как так сказать, информационной жизни, да, вот, то, ну, достаточно накладно получается. А какие-то скидки существуют для многодетных семей, там, для посещения, там, спортивных каких-то кружков, чтобы там, изо студии, еще чего-то? Это зависит, наверное, от руководителя при той или иного кружка, секции. То есть централизованного скидок, опять же, нет. Большинство наших родителей идут по пути, так скажем, наименьшего сопротивления и ищут кружки своим детям в каких-то... В Доме пионеров, допустим, ну, я беру Владивосток, да. Кто-то из руководителей студии, вот у меня ребенок ходит в студию при Академии искусств, они делают скидку многодетных семьям 30%, да. Но это, опять же, желание самого владельца или руководителя той или иной секции или кружка. Ну, а когда детей много, то, конечно, это очень большие затраты на семейный бюджет. Ну, поэтому где-то чем-то как-то жертвуют родители, выбирают то, что могут себе позволить по бюджету. Допустим, какие-то, ну, с музыкальными школами, с школами искусств проще, они там не такие затратные. Значит, вот идут туда, может быть, даже в ущерб, наверное, на ребенка, потому что не туда, куда бы хотелось отдать ребенка, а чисто из материальных соображений. Хотелось бы, допустим, спортивные танцы какие-то или фигурное катание, да, своего ребенка. Ну, это даже, ну, как бы не озвучивается, потому что очень дорого все происходит. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайте канал.